ну что включаемся всем привет мои дорогие добро пожаловать к нам в гости снова как обычно говорю сегодня буду одна сегодня будем будем с вами разговаривать сразу ставьте чайник заваривайте чай и поболтаем давно не было такого видео всегда просите и кто постоянный зритель просите чтобы почаще да такая рубрика была сегодня расскажу про дом обещала дающим начале сентября и все оттягивала потому что хотелось сесть спокойно как-то накидать всю историю собрать какие-то ключевые моменты какие-то выводы одним предложением просто сказать я в принципе в начале и вот в первых видео до после отпуска вам краткую историю рассказала но это так очень и очень поверхностно и тут можно при желании то можно принципе свою историю составить кто захочет тот сам придумать и додумает но мне хотелось как-то передать поделиться опытом особенно с теми зрителями наверно кто чуть-чуть моего возраста и помоложе да потому что часто вот у меня смотрели раньше и кто-то думала большой дом дети мне писали девочки что вот мы тоже так хотим и а сейчас нет у меня этого дома да и может кому-то спокойнее стало кому-то а кому-то неинтересно стало у всех всех по-разному до восприятия и вот мне хотелось наверно больше поделиться своей историей с девчонками кто помоложе меня своим опытом и может быть знаете как на днях пришло мне сообщение вечером до слез было так в instagram директ и девочка написала я даже его бабушки отправила попросила маму прочитаю бабушки и будет приятно потому что когда ты вроде как с видео снимаешь на что-то рассказываешь делишься потом человек тебе пишет этот до глубины души трогает что ты мог чем-то помочь даже одному человеку до из 20000 которые ли 30 которые посмотрят этот ролик и это для меня это дорого да слезы потекут давайте начнем постараюсь быстро накидала весь план в итоге уехал вместе с моими любимыми дорогими в машине я теперь буду с пустым с пустым листочком вам что-то пытаться рассказать но постараюсь мы когда мне было давайте так начнем мне было 22 года мужа было 34 примерно познакомились мы на два года раньше этой истории мы купили коробку нашего дома до этого мы жили в съемной квартире какое-то время и мы жили с мужем мамой потому что она очень сильно болела и муж надо было с ней оставаться то в больнице то она у нас после больницы жила и на тот момент у него еще была квартира которая была офис потом она стала магазином ну то есть вот такая была ситуация и тут уже вроде как не знаю мы еще не поженились но уже вроде как и жильем надо было ему определяться мы смотрели сначала квартиру а потом почему-то нас у обоих было больше желания часть немецкого маленького домика купить сам пару комнат и чтоб кусочек земли был мы понимали какой район мы хотим мы ездили я даже развешивала объявление ездил на теле улиц которые мне нравятся смотрели но везде были полу разрушенные сырые подвалы и ничего не подходило и в итоге в один момент муж заметил коробку этого дома как раньше я не замечала не знаю что мы там приезжали несколько раз он меня привез и первые мои мысли ого какая она огромная какой огромный дом неужели муж вообще сможет построить сколько же надо денег вообще зарабатывать потому что я на тот момент была студенткой у меня папа с мамой развелись папа не участвовал вообще в наших каких-то финансов не помогал ничего мы жили с бабушкой с мамой до этого сестрой и вообще никаких мыслей мы не меняли можно сказать жилье никто ничего не покупал из моих родителей и я была далека вот от всего этого и конечно я сразу же построить построить ему наверное виднее раз он уже на это заработал я на тот момент еще не желание какого-то не имела ни планов не заработал на это дом то есть надо понимать что когда выходишь замуж на когда человек тебя старше на там лет десять но если он с головой конечно да то ты как будто бы живешь я вот сейчас анализирую ты как будто бы живешь постоянно догоняя что-то то есть он вроде как умнее он говорит как нужно делать а ты постоянно носил твой возраста наверное и маленького опыта и вот так и здесь домом было он вроде как уже созрел на дома на него заработала я-то нет я ничего не могу сказать ни за не против мне не совы мнения потому что она молодость еще я не понимала что вы столько убирать надо будет что он большой что у нас еще нет детей вот было бы я муж лентяйкой такой да я сладони то что давай возьмем маленькую квартирку мне поживем потом тот родится мы тогда что-нибудь там себе построим да вот у меня почему-то не знаю не было этого хотя вот надо было вот так сделать сейчас я так думаю и опять же когда ты с человеком живешь не такой боль большой срок ты не понимаешь его способности насколько долго он будет строить этот дом насколько как сказать что придется до перетерпеть как как вообще это все будет происходить муж хотел быстро успеть построить что мама в нем еще хоть немножко там пожила но не успела конечно потом у нас была свадьба мама не стала потом через год мужик свадьбу отложили через год решили ее отметить но так близким кругом и мы улетали в поездку дом потихонечку вставляли окна мужа хорошие его однокурсник занимался окнами потом и нашел строители крышу потом через моих муж моей сестры там делал часть отделки потом друзья мои мамы тоже целая группа строители они нам начинали тоже там стены поставить и так далее потом мы через друзья обращались дизайнеру который нам расставить стены и электричество как правильно все это сделать потому что я вообще не понимала что стены на прямом углом я бы там вообще напридумывала вот и что у нас получилось дальше стройка пошла мы жили в съемной квартире потом не стала мамы была через год свадьба и через год я родила после свадьбы саву и вот перед самыми родами мы заезжаем в дом на второй этаж еще нас там полы докладывали шкафа не было прям при мне да уже последний там месяц это доделывалось и был только второй этаж готов не отделка снаружи не территория не первый этаж там все было заклеено и квартиру мы съехали с коту которую сдавали мамину квартиру мы сдали в аренду то есть мы мы постоянно ездили вот на три квартиры на дом и две квартиры мы постоянно передвигались с кастрюлями вдвоем переезжаем в этот дом и тут следующий рождается ребенок у нас там задержка была с отоплением по 10 баллонов связки тупо как-то буржуйку даже муж ставил на первом этаже и массовой в минус 30 там под одеялом я его грела но всякое было сейчас я вспоминаю думаю нет конечно лучше в квартире пожили все таки это время затем сам чуть-чуть подрос буквально год и восемь ему было год мы поехали в испанию и у мужа опять возникли желание когда у него мама болела немножко назад и вернемся и он хотел постоянно куда-то уехать пожить другой стране это но из-за того что мама болела не мог этого сделать не мог ее просто оставить одну уж не брата не сестры не на кого оставить потом это уже мысль отложил в итоге решил вложиться капитально в дом и проходит вот ребенок у нас подрастает и у него опять эти мысли опять возобновились и он опять начинает путешествовать то туда то сюда пока у двойняшки 6 лет до рождения двойняшек мы не сделали второй туалет мы не сделали внизу что-то кухне мы поставили мы делали фасад то есть как-то вот мы стали 5 тратится на разные поездки и потом узнаем до что мы беременны двойняшками и мы начинаем опять вторую волну в доме ремонта мы начинаем покупать кому-то в прихожей мы наконец-то прачечную сделали там ничего вообще не было мы сделали совет отгородку комнату отгородили и поставили тоже там такие купили ему мебель стол комод то есть как-то мы вот облагораживать стали это дом дальше то есть мы опять осели в нем родились двойняшки мы и жили чуть-чуть они подросли еще на груди у меня были мы опять мы в хорватии уехали там были месяц потом опять уезжали и вот сама у нас пошел в школу в первый класс хорватии и я знаю в сентябре он пошел в школу а приезжаем на каникулу в декабре домой в январе я узнаю после нового года что я беременна мишей детям год и девять по моему было двойняшкам сава в первом классе и тут я опять и мы приезжаем в дом на зиму и по весне мы опять живота мы опять в хорватии уезжаем что сава школа и мы так продолжаем опять ездить и то есть мы начали уже фасад мы его доделали но как-то вот параллельно у нас лестница начала разваливаться то есть это дом это всегда вложение это всегда нужно что-то доделывать почему я вначале сказала у всех мужчин до наших мужей у них у всех разные к этому способности кто-то может своими руками что-то сделать кто-то всегда нанимает но соответственно хорошо зарабатывать что такой большой дом содержать и вот у нас помните я вам как раз канал я начала вы был рум-тур небольшой и писали что у вас там не так штор нет мебель у вас не устроена еще что-то у нас была старая мебель и помните в детской потом ее продавать от большой шкаф это был еще мужа мамы к чему я говорю что мы в этом доме как-то знаете против как купили но мы в нем не жили постоянно постоянно у мужа была вот это желание она не угасала что все мы здесь потом у нас только вот опять же сау у нас был маленький муж привез буквально несколько прошло буквально сразу же привез кур у нас еще курятника нет нас они зимовали в котельную нас засорился этими перьями котел в котельной и то есть она нас в эту сторону потащила нам огородик давай там какой-то муж давай ограждение вокруг огорода не давай пути упасти чтобы они на этот огород не заходили потом теплицу нам нужно потом мы взяли уже двойняшками наверно косу нашего мазаса то есть мы поняли что мы вообще не городские жители что нам надо домик и небольшой и много земли где-нибудь что-то выращивать потому что муж что я мы обожаем этом возиться в эти грядках и потом опять же дети я вижу что у мужа вот этим это к тому я говорю что да что вначале вы если вы покупаете что-то не пожив с этим человеком какой-то долгий период вы не понимаете ни себя не его вообще к чему вас тянет этот раз в бабах дом купили и об этом не знаю и вроде как коз хочется да и огород хочется а дом уже вот здесь то есть как-то лучше подождать немножко пожить пусть там какой-то домик может быть снять посмотреть вообще как и получилось так что мы жили и вроде как хозяйство и уезжаем куда-то я хочу хорошие шторы смешу тут у меня на груди двойняшки когда были с двух сторон на диване я и кормлю целыми днями смотрю на эти голые окна мне хочется даже дизайнера вызвала девочка не но это будет 1060 первый этаж только повесить вы решите или вы дом продается на тот момент уже то выставляли и потом вот забеременели может быть нет не будем продавать я не хочу нигде скитаться с тобой с беременной и вроде как и я не могу настоять потому что как вам сказать опять же к тому что я еще в момент не созрела вот к этому то есть я не понимала сейчас я уже понимаю что мне некомфортно мы делаем и мы заезжаем даже квартиру я выбираю что было комфортно если дом значит мы делаем пусть будет мебель недорогая или там портьеры какие-то не в салоне а ну что-то уже готовая до купить чтобы она была уютно и тепло тебе что вроде как ты в большом доме но в то же время тебе неуютно ты постоянно что-то терпишь что-то не так зачем это тогда дом если тебе днем некомфортно вроде как все время но потом но чуть-чуть потом но потом и от тебя вроде как от это не зависит больше ты доход в дом не приносишь у тебя дети на руках а у мужа более другие как он стратегию какую-то имеет и он не хочет сейчас на это тратиться то есть получается что ты вроде как муж купил ты обрадовалась согласилась а потом тебе с этим жить тебе это дом потом убирать тебе нужно будет служим как-то договаривать все будет неуютно ну то есть вот такая история у нас была буду потихонечку сейчас рассказывать можно долго я надеюсь что быстро говорю надеюсь что вам как-то понятно да немножко про то что я вам рассказываю и когда я уже смешонька я была на руках игорь у меня сава они улетали в хорватию нам просто очень понравилось и мы решили там пожить да и ребенка в школу отправили потом мы с мишей а потом настал ковид мы отмечаем день рождения двойняшек им исполнялось по моему 5 если я не ошибаюсь они улетают тут же в хорватии в школу и возвращаются через неделю потому что закрываются границы и вот на два года мы застреваем можно сказать все наши планы наш там двухлетние визы все это рушится и мы опять остаемся в доме и с одной стороны это прекрасно не в квартире весь локдаун у себя на участке на машине куда-нибудь в лес уехали ни с кем не контактируем и все было хорошо и вот только заканчивается ковид как раз был настал февраль месяц помните да эти все события и мы решаем что просто в ковид мы бы уехали но муж очень сильно боялся помните у меня и детей дома стригла и там и убирала потому что он не хотел хотел свести к минимуму этот контакт почему потому что был очень сильный страх наверно после неприятного опыта болезни мамы когда он увидел все эти больницы и в петербург он возил и в литву и в калининграде химиотерапии и он до сих пор если ему тогда он тоже заболевала и вызывала скорую он даже домой не запускал бы тайны на улицу еле-еле выйду я я не хочу боялся очень сильно в общем болеет он всегда очень сильно стрессует на эту тему и особенно когда был ковид поэтому никуда не летели и тут вроде как уже стали границы открываться в таиланде буквально через месяц сняли вот эти все там тоже были тесты помните вам показывала тоже потихоньку все это уже ушло и мы просто взяли да поехали ну сколько уже два года сидим давай поедем в таиланд и мы уехали в таиланде мы побыли нам было даже интересно посмотреть мы были в европе мы ездили по разным странам и родственники у нас живут и в эстонии в польше и сейчас в германии и а в азии я была один раз напали на путешествие в свадебном больше нигде и тут такая была возможность в европу никак из-за наших прививок до всех нас не пускали а в азию пускают вот мы поехали в это путешествие а там я решила остаться я вам уже рассказывала просто уже для себя куда точку поставить потому что я вижу что он уже не утихает это желание до куда-то поехать и жить и если на это были мама папа и семья я думаю это да мама была все равно ему хотелось куда-то то я поняла что надо в азии точку поставить пожить посмотреть как вообще да точно нет нет и все и тогда нет сомнений вот для этого я оставалась и потом получилось что мы выставляли дом опять на продажу и появился клиент и тяжелое было решение не хотела я честно говоря ну как-то не за мне страшно было мне сейчас до сих пор страшно я честно вам признаюсь это это непросто решение потому что я всегда жила в этом доме временно и всегда вону было это ощущение что вот это не покупаешь тут как-то потому каждый человек который потом купит после нас он все равно будет под себя все переделывать и как-то смысла дать муж как я не понимаю для чего я когда начала канал я помните стол купила еще что-то я уже мне как-то не жалко было своих собственно заработанных денег на это у мужа были более важные задачи и когда получается дом продался с одной стороны не страшно с другой стороны я понимаю что все я больше не буду об этом думать что мы тут временно постоянно думать как бы лестницу не царапнуть да и там и все такое с другой стороны это зайчик такое состояние обнуление у меня сейчас я так себе это понимаю потому что вот сейчас тот возраст когда я уже готова к покупке дома потому что я только сейчас понимаю что я хочу я уже пожила со своим мужем большой период времени у нас уже есть дети вот сейчас я понимаю чтобы я хотела и это не то что у нас было потому что я говорю про коз про хозяйство про поменьше дом чтобы меньше убирать ну вот про про все это и да мне сейчас страшно я не знаю как как все что сложится дальше но с другой стороны я пошла в этот страх и я думаю что все будет хорошо потому что настрой настрой у меня положительно ни за что не жалею я очень надеюсь что новым хозяевам будет нашим доме уютно и хорошо они сейчас там делают под себя ремонт и думаю что все все будет хорошо а мы уже решим и посту либо построим что-то новое но там дальше уже вам расскажу будет это следующей истории чуть попозже когда как-то все определиться вот и все наверное вот эта вся история главная причина продажи дома это неутихающее желание мужа жить пожить и не знаю как это объяснение другой стране не это не связано какой-то политикой да кто-то может подумать вот там случилось до 23 февраля вот уехали еще что-то это было давным-давно просто канал у нас небольшой и я думаю что рассказав все своих ощущения я думаю что вам стало понятно почему это все произошло вот это все сейчас сразу добавлю еще помните к начале видео говоря что хотела на листочке все собрать все равно еще до приходят у меня комментарии какие тогда были где-то не очень неприятные хочу сразу немножко ответить данный вопрос в конце потому что их не поднимала спрашивали первый наверно возникнет у вас вопрос почему что давай не уехали в ту же хорватию да и вот до сих пор мотаетесь во первых не так просто найти страну на и место где тебе действительно хочется остаться во вторых решиться на это опять же тоже не каждый да очень быстро принимает решение мы решили для себя что мы будем ездить смотреть под по визе да по обычной визе как турист потом потому что в хорватии например не такие простые условия чтобы там остаться купить там жилье у нас уже был этот опыт да сразу же купить приехать может я не буду этого делать продать будет намного сложнее цены падают там на недвижимость и давай-ка мы лучше поездим поснимаем посмотрим как это вообще будет дальше а тут уже к вид и так далее поэтому мы и вот в таком периоде до были долго это раз то мне писали что не жалейте детей таскаете их то в азию то в европе чтобы он не сидится на месте и также сами не выросли до вот такой комментарий зачем детей рожаете там дома и так далее когда сами еще как дети но мне кажется что мы все в жизни совершаем ошибки и эта жизнь и вы как можно быть выросли вы не выросли если человек смог заработать на этот дом в тридцать четыре года его купить это уже не первая покупка недвижимости я думаю все таки он вырос правда вот мне сейчас 38 я за свою жизнь еще даже машины себе не купила поэтому говорит что человек не вырос и может обеспечить четырех детей и делать выводы только на том что он не может жить в одной стране и в одном доме но мне кажется что это как-то неправильно сейчас еще второй сразу момент озвучу по поводу статьи расходов помните в последнем видео угарал про уборку дома и расскажу что в следующем видео когда будет тема про дом вот как раз про то что когда вы покупаете дом не каждая семья вот вроде как они работают оба возьмем до среднестатистическую семью оба работают они хорошо зарабатывать они могут построить этот дом у них есть на это возможность но не каждая семья понимает что должен быть еще небольшой плюс дохода что у тебя еще путь должен быть бюджет обслуживать этот дом потому что если ты работаешь 5 дней в неделю с утра до вечера ты должен туда весь выходной день потратить еще на уборку то что окон много это не квартира потому что крыльцо потому что там какой-то подвал потому что потекла крыша нужно там что-то ремонтировать то есть я каждый месяц должен быть дополнительный бюджет к тому что у тебя уже там например построен и вот это не каждый об этом думает и когда наступает выходной душ нет я не буду ничего делать клининг а у меня не хватает денег нам надо еще там достроить что-то кухню поставить и ты как будто в какой-то кабале потому что ты думал что будет все так хорошо а в итоге весь продуктивный возраст мы тратим только на то чтобы его построить как только это как только нам наступает там не знаю около 45 лет дом вроде как достроился но этот момент наши дети начинают уже замуж выходить переезжать другие города учиться в университетах а вроде дом уже этот не нужен и вот вот это вот самая частая проблема у многих семей когда люди строят строят больше чем нужно на самом деле не рассчитывают на уборку вот у меня много таких семей кто не привык кого-то не нанимать не может дома никого себя принять вот дискомфорт и люди мучаются быть но я же не за серия но я столько работаю меня сил просто на это не хватает потом дети уже это зачем мне этот дом больше вот вот такая история и сейчас если вот меня спросили да какой бы я дом хотел обязательно много земли обязательно хозяйство потому что меня это успокаивает маленький домик минимум всего вообще и внутри и снаружи минимум ухода и наверное так да а там уже как как у нас сложится в это да и увидите узнаете об этом еще один момент о которой мне тоже хочется сказать именно в этом видео наверное не встречала я еще ни одного человека который бы мне сказал что он никуда не опаздывает он все успевает он хорошо спит он не переживает ни о чем он не не находится в стрессе вот вот такого я еще ни разу не встречала в основном или слышу я не успеваю у меня много работы я я уставшая я я замотанная я у меня в стрессе ну вот вот все вот по таком-то в отличие мы слышим вокруг нас почему я сейчас говорю вот что касается нас когда у меня муж покупал дом у него было время желания было много сил много каких-то возможностей на тот момент и он как он мне это я понимал что я построил этот дом по тем доходам и по той ситуации в стране когда родились дети особенно вот мишунька двойняшки и я увидела совершенно другого человека который не хочет много времени отдавать работе не то что он ленится ему не нужны деньги он хочет быть прожить время со своими детьми у него нет мамы нет папы нет бабушки тетя одна единственная там в польше и единственное что у него и самое близкое это его семья и он у него поменялись приоритеты он мне говорит а я хочу быть здесь не хочу меньше отдавать время работе после меньше зарабатывая меньше у себя покупать но я хочу быть с детьми и вот как раз тема про дом почему где-то одна из причин на почему я согласилась на это потому что я понимаю что чем старше становится мой муж тем будет меньше у нас возможности обеспечить этот большой дом либо нужно будет брать мне все в свои руки но если правда да вот об этом задуматься это неприятно для нас для многих стареть мы все не хотим но с другой стороны это же разумное решение когда человек делает выбор провести время проводить свое время больше времени семьей они работая зарабатывая на большой дом лучше иметь меньше дом меньше работать и больше будет с детьми и это мне кажется намного больше вклад в их развитие и потом более успешную их жизнь потому что только не как родители могут научить детей и дать передать им свой опыт и что потом было жизнь намного легче поэтому у нас у нас такое для меня внутренне да тоже был выбор либо это дом и постоянно мы с ним либо что-то поменьше и но больше времени детьми этот момент тоже об этом подумайте обязательно все мои хорошие на сегодня с вами прощаюсь надеюсь что я ответила на ваш вопрос вам было интересно кто-то что-то почерпнул для себя у кого-то какие-то мысли появились голове задавайте вопросы если будет много негатива я комментарии конечно закрою я не хочу не хочу это читать и не хочу чтобы моя бабушка и мама тоже это видели поэтому без обид всем пока пока